Яночка, включай, пожалуйста, позывные. Субтитры создавал DimaTorzok Поразвучали позывные нашего клуба. Это фрагмент песни Бориса Павловича Полоскина. Музыка ждёт. Итак, сегодня концерт. Александр Сергеевич. Он не хотел называть свою фамилию, я до сих пор не пойму, почему он это делает. Но старость, наверное, всё-таки уже сказывается. Всё-таки это Александр Копасов. Приглашаю на сцену. Со всех людях, с которыми всё это выступает, все его сотоварищи. По его песенному творчеству он уже будет объявлять сам. Итак, Александр Копасов. Товарищи, вы готовы? Нет, не готовы еще. Нет, не готовы еще. Нет, не готовы еще. Не готовы. Микрофон, тебе микрофон. По почте. Позвонил я тишь в июньский колокольчик. Пьет утренний туман. 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 Туман. Пьет утренний туман. Пьет утренний туман. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду говорить про эту вечную эпидемию, ни про что не буду говорить. Есть одно событие, наверное, самое важное и самое знаменательное. 90 лет исполняется Валентину Ивановичу Вихареву. Ребята, вы мне назовите кого-нибудь из бардов, кто бы до 90 дотянул. Я что-то не знаю такого. Уж там постарше-то есть там всякие ребята, да? А вот до 90. Вы понимаете, он в какой форме находится? Он приходит в фитнес-клуб, тренеры по фитнесу, девки молодые, растянутые там и всякие. Они когда смотрят на его разминку, я слышал две между собой. Говорят, слушай, вот смотри, дед дает ему, я, наверное, так не сделаю. Смотрите? Это очень здорово. Я сейчас наслаждаюсь тем, что слушаю диск, который я подарил Валентину Ивановичу на 80-летие. Действительно, хороший диск. И там я не один, там я, значит, много. И Ладу я привлекал Вихареву, дочку его. И, значит, Шура Тимофеев там пел. С удовольствием. Хороший, лихой диск такой, замечательный. И я там очень хорошо в конце диска сказал. Я повторю даже. Александр Сергеевич цитирует сам себя. Молодец, Маркин, потихали мне сейчас. Значит, я сказал, ну я там несколько приятных слов сказал, вообще сказал. С возрастом человек мудреет, и вам, Валентин Иванович, удается отразить это в ваших последних работах. И надо сказать, что и поблагодарил Валентина Ивановича за то, что он уже написал. А написал он целое море песен, как вы понимаете. Почему я сейчас уделяю время именно творчеству Валентина Ивановича Вихарева? Потому что 22-го или где-то в районе 22-го ноября начнется драха за песни на юбилейном концерте. Кто-то что будет петь? Я не буду петь песни Вихарева. Я уже придумал, что я спою совершенно неожиданно. А сегодня я хозяин-барин, сегодня вроде бы как встреча со мной, поэтому я считаю, что на сегодняшний день, а кого еще? И вы понимаете, что меня поразило? Помните, у нас был такой президент, погорелый, да? И пришла просьба, значит, повыступать, выступить перед правительством Санкт-Петербурга. Когда три года Матвиенко там свою команду сколотила, вот, он испугался там ехать, меня отправил туда. Я приехал. Они сидят, буквы «П», значит, за этим банкетным столом. И, значит, никто ни хрена не слушает, все смотрят на Валю только. Валя засмеется, они смеются. Валя захлопает, они захлопают. Вот, и красной нитью проходят песни Митяева. Я вышел, значит, говорю, ребят, да вы что вообще? Тут 80 лет исполняется Вихареву Валентину Ивановичу. Вышел опять какой-то хрен с правительством и стал петь песни Митяева. Я говорю, ну, сопоставьте вообще, что к чему вообще, кто чем вообще прославлял наше отечество. Вот, значит, я сейчас вам напомню одну необычную песню. Мне жена сказала, что песня совершенно необычная. Я подумал, она действительно необычная. А для меня она вообще какая-то мистическая песня, потому что я ее уже пел, дачу Китаевой, и мечтал попасть вообще туда. И я четыре раза в Пушкин ездил и ни разу не мог туда попасть. То там ремонт, то закрыто, то период, не знаю чего. Вот, и потом вдруг, как подарок судьбы, звонит мне Валентин Иванович Вихарев и говорит, слушай, пошли на дачу Китаевой, там будет встреча. Был такой в Пушкине клуб «Орион». Это люди уже солидного возраста, которые творчество Пушкина и его жизнь знали досконально, от и до. Вот перед такими выступать, вот это было, да. Вот тогда я вот оказался на даче Китаевой, и, ну, сказать так вообще на четыре балла, наверное, вот эту песню спел. Прикрою глаза, и виденье возникнет, и с прошлого тянется. Тонкая нить до царского мы Сторговались с возницей, чтобы на даче вас посетить. Вот это улица, дрожки отпущены, встречный охотно кивнет головой. Каждый вам скажет, где же здесь Пушкины? Дача Китаевой, дом угловой. Крутые ступени, мы входим в прихожую, И каждый из нас в этом доме претих век настоящий. С прошлым так схожим, Что мы невольно путаем их. Простите меня За невинную шалость Я в руки старинные Взял часа слов И все перепуталось, Время смешалось Под взлом мелодичный Каминных часов. Пока я стоял У его акварель В душе оседала Житейская мусь. Ах, осторожней! Не хлопните дверью! Хозяин прилег На часок Отдохнуть Домой возвращаясь Транспортом еду Справа белькнула Будка ГАИ А я еще с вами Тихо беседую Под сердцем лампадка Будто горит Вентин Иванович был у меня В Ропшино-даче А я болел тогда Вот этой самой Ропшинской усадьбой Да не усадьба, дворец Петра Третьего Да мало там кто жил Вообще И естественно В то время У меня прям Бзик какой-то был Я водил экскурсии На Исаакиевском соборе Водные экскурсии По рекам и каналам И что-то еще И местным властям Предложил Давайте я велосипедные экскурсии По Ропшинскому парку И все Ну так они же Пока спать будут Понимаете Я уже загнуться смогу В общем так Ничего там и не состоялось Но когда ко мне Кто-то приезжает Из клуба «Восток» Ко мне часто люди приезжали Я все время водил По парку Все рассказывал Вот однажды Приехал Валентин Иванович Вихарев Он какой-то смурной Знаете Сел в кресло в саду И какой-то такой сидит И я не знаю То ли он тогда Уже задумал эту песню То ли Значит По прошествии Какого-то времени Но Проходит время Уже время-то прошло Слава Богу Когда эта песня была написана Хотя Из всего моря Что он написал Это Будет Так сказать Одна из последних песен Вот Я Слушаю И Леонидович Честное слово Восхищаюсь Это Не потому что Я хочу вам Польстить Или что-то Такое Дуб Шорох Шорох Ропшинских преданий И Жила Молва В народе Тень Несчастного Несчастного Петра Невлекаемая Несчастного Плачь Плачет Скрипка Молва В предсто В предсто В предрассветной Тишине По забытой Богом Рожи Где Слепые Слепые Ключи По безвременно Усопшим Поминальный Звер Слепи Несчастного Слепие Звер Ну, мы с Натальей Дмитриевной решили для начала взять одну из песен «Вихрева». Не из последних, она была написана достаточно давно. Но я должен сказать, что сколько лет, я ведь не знаю, сколько лет мы с тобой назад диск записали, лет десять, наверное, да? Больше, мне кажется. Даже больше? Нет. Жумаков-то слишком хорошо выглядит. Столько не живут. Я законсервировалась просто. А? Да, правильно, как надо. Да. Но вообще вот эта песенка на нашем диске, она, пожалуй, занимается далеко не последнее место. Миссис в Волге трепыхается Золотою рыбкой в небо. Загадаю три желания, Три кораблика, Носи в воде, На дно, на белом парусе, Якорь вытканной надежды, Пусть не гаснет на Руси. Искра Божия по-прежнему, На другом крестом терпения Нелегко любить и верить. Если мы, живые ветернии, Обретаем всюду первыми, Под юльским солнцем ласковым Наливается смородина. Что же мы, почти за Паскою, Произносим слово Родина? Третий парс будет арным, Пусть скользит веселым струном, Как нам в жизни надо мало, Чтоб любили мы друг друга. У судьбы в ладонях тянется Огонек живой и трепетный, Пусть с трудом, А все же верится, Обернется детским лебедом.